Пацаны, всем привет! На связи Юра Лассерда. Сегодня разберем такой стереотип, сломаем его точнее, как цветы на первом свидании. Многие парни считают, что если ты едешь с девушкой на первое свидание, обязательно нужно цветы или там какую-то шоколадку, какое-то говно там, я не знаю, мягкую игрушку подарить. Почему так получается, во-первых? Так получается из-за того, что, знаешь, вот я помню, даже советские фильмы были, где вот парень приходит на свидание к девушке, он там вот ей дарит цветочек там, или охапку, охапку дров и плов готов, блядь. Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю. С детства там мама такая тоже, вот там за девушками нужно ухаживать, подарить там ей цветочек. На самом деле, мужики, так это нихуя не работает, и я категорически против того, чтобы вообще дарить что-то девушке на первом свидании. Почему? Потому что, ну, как минимум, блядь, у тебя в день может быть 3, 4, 5 свиданий с разными девчонками. Это же не значит, что ты должен всем нести, блядь, по цветку, это во-первых. Во-вторых, первое свидание, оно ни к чему не обязывает, вообще ни к чему. То есть ты просто идешь с девчонкой пообщаться, просто с ней поболтать, провести время, и, опять же, если ты несешь на первое свидание цветы, ты уже себя ставишь с такой позиции, что ты чего-то ждешь от девушки, что она тебе нравится, что ты восхищаешься ее там красотой, там, самой этой девушкой. Но по факту, мужик, нужно идти на первое свидание не с таким настроем, а с настроем того, что ты просто идешь посмотреть, вообще, подходит ли тебе эта девушка или нет. Ну, то есть я сильно сомневаюсь, если какой-то парень, да, ну вот кто-то, например, из вас, тех, кто меня смотрит, из ребят, кто-то придет на первое свидание, и девчонка будет на первое свидание рассказывать вам о том, что она там работала, блядь, в борделе. Смех смехом такие девчонки реально есть. То есть у вас, в принципе, уже, соответственно, будет другое отношение к девушке. Соответственно, нахуя тогда дарить цветы? То есть, по сути, это, как сказать, это не дает тебе какой-то бонус, ты не выделяешься среди других парней. То есть, ну, много таких, на самом деле, дурачков, которые несут тебе вонючие букеты на первое свидание. То есть это ни о чем не говорит. И девушка, на самом деле, она смотрит не на цветы, она смотрит на тебя. И вместо того, чтобы потратить, там, лишнюю тысячу рублей, там, на букет цветов, лучше купить себе какую-то, я не знаю, пиздатую маечку, да, за этот косарик. Ну, условно говоря. То есть лучше эти деньги вкладывать в любом случае в себя. Потому что, согласись, мужик, вот ты представь, ты приходишь на свидание с девушкой, и представь, что вот приходит такая жирная, такая страшная тёлка, блядь, и, я не знаю, дарит себе там что, блядь. Ну, тоже банальный там букет цветов, да, но она жирная, блядь, она страшная, сука, от неё там, не дай боже, воняет, например, да. Это же не значит, что она тебе подарила цветы, ты такой сразу, да, я тебя хочу, сучка. Так же это не работает? То же самое в отношении девчонок. И вот, кстати, да, а если ты приходишь на свидание, и там стоит ухоженная девчонка с хорошей фигурой, хорошо одета, от неё приятно пахнет, естественно, чувак тебе будет поебать, подарила она тебе что-то или нет. Вот девушки смотрят на мир точно так же. То есть если ты пиздатый чувак, если ты весёлый, если ты охуенно общаешься с девчонками, ты на опыте, естественно, девушке вообще без разницы, подаришь ты ей что-то, не подаришь ты ей что-то. Ей просто будешь интересен ты как человек, как парень. Вот и всё. И, соответственно, в таком случае какой смысл что-то покупать, что-то дарить? И вот, повторюсь, да, представь, что вот ты там, ну вот я в своё время, у меня было реально по пять свиданий в день, по три, по пять вполне нормально. И ты же не можешь всем подряд дарить что-то. Ну, это как бы, нет, а там можно, конечно, вопрос нахуя, а главное зачем? Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вот, мужики, так что касаемо подарков на первом свидании, в частности цветов, это всё полная хуйня, если кто-то вам говорит, что вот там купи цветок, не знаю, ты там идёшь на свидание, тебе там, например, 16 лет, тебе мама говорит, вот купи цветок, скажи, мама, я всё знаю, я сам разберусь. Пойди лучше этот косарь пробухать с пацанами за гаражами. Ну, грубо говоря, да, будет, блядь, будет больше толку, будет больше кайфа. Вот, поэтому, ребята, такое вот коротенькое видео, надеюсь, вы для себя поняли, в чём суть. Вот, так что я с вами на этом прощаюсь, на связи был Юра Лассерда, всех обнял, всем удачи, пока.